Всем привет, друзья! Вот решил снять этот ролик как ответ господину Варламову на его визит в нашу страну. Ну и был, соответственно, поражен его одним из последних видео, где он показывал фавелы в Сочи, в России. И я решил показать вам, есть ли фавелы в Будве. Потому что Будва и Сочи, можно сказать, там города побратимы. Практически оно море, прибрежный город курортный. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Вот я сейчас стою на окраине Будвы. Давайте смотреть, что тут есть. Вот это самая окраина. Всё, дальше ничего нету. Здесь мы ничего не видим. Обычные дома. Обычные дома и черепичные крыши, чего в Сочи, естественно, никогда вы в жизни не увидите. Спустились вниз. Так, вот это фавелы, друзья? Нет, это не фавелы. Это просто обычный район. Здесь вот есть вот такое говно везде. Вот такие вот старенькие дорожки, еще с югославских времен. Но в любом случае, все это выглядит очень симпатично. Улица, кстати, называется Балканская. Мало того, здесь есть еще одно говно. И я больше его не буду показывать, но уверяю вас, его тут много. И вот тут просто очень толка. Что это? Это Будванские фавелы? Нет, друзья, это удобрение. Может быть, только благодаря вот этому удобрению, этим собачьим какашкам, так все и приют здесь у нас. Такая красивая природа. Но на самом деле, друзья, в Будве есть один такой район. Называется он Дубовица. И там есть фавелы. Сейчас мы посмотрим, как они выглядят. Ну, кто меня смотрит, уже мои прогулки там видел, покажу сейчас еще раз, вкратце, чтобы было понятно, что такое Будванское захолустье. Начинается он незаметно, вот там, за поворотом. Ну, собственно, вот все вот эти дома сверху можно также отнести к этому району. Потому что все там очень старенькое, запущенное. Люди живут бедно. И денег на реставрацию этого района не выделяется. Вместо этого там лепят. Там чуть-чуть дальше. Новостройки. Практически друг на друга. Кстати, к нам вернулись голубки. Итак, вот смотрите, вот здесь скрываются Будванские фавелы. Сейчас мы туда пойдем. Пойдем мы туда, вот сквозь вот этот пролаз. Такие дворики. Вот это новый дом. Понятно, здесь все хорошо. Такие входы в жилье. Прямо рядом с деревом. И вот здесь мы уже попадаем в совершенно другую атмосферу. Здесь сделано такое отмощение. Остатки благоустройства с олеандром. Но тут все очень запущено. Никто за этим не следит. Потому что, как я говорю, здесь людям здесь не до этого. Чтобы заниматься благоустройством и высаживать травку. Максимум, что они делают, это вот у себя в отбориках только разводят цветочки. Вот здесь. сейчас она будет лаять оглохнуть можно еще фыркает вот за такими заборами находятся дворики несмотря ни на что здесь есть вот зелень травка такая вот калитка из алюминия когда сладких времен здесь мы попадаем на такую площадь ну что про нее сказать вон там даже он печка то каждого своя терраса я не назову это не фавелами ничего это в принципе да это не очень небогатый район но когда-то в ягославские времена здесь было очень круто сейчас здесь конечно вот так грязненько смотрите сколько здесь разных лесенок переходов заходов выходов не всегда понятно даже куда можно идти пока нет калитки можно значит территория не приватная вот тут уже занимаются спортом там уже приватная зона вот по этой лестнице можно выйти из этого района но не из района из микрорайона которая ведет через арку через такой дом и за этим домом начинается еще один микрорайон тоже очень интересно меня есть про него видео я дам ссылку в описании обязательно посмотрите очень старый югославский район здесь сохранились черепичные крыши но большинство крыш вот такое вот из говна и веток в буквальном смысле не ходит там какой-то дяденька зыркает а мы идем дальше здесь старая дверь вход подъезды это канализация только что она очень сильно шумела кто-то ходил в туалет вот это вот счетчики здесь так расположены а здесь уже вход в квартиру самое интересное здесь в этом доме это почтовые ящики они просто шикарны кое-что не как будто ты за залез куда-нибудь заброшенный бункер а мы идем дальше по фавелам если кто здесь живет не обижайтесь на меня я произношу это слово совершенно не потому что я так считаю я наоборот считаю что никаких фавел у нас нету есть вот такие вот запущенные районы за которые обидно здесь к сожалению весь этот квартал закрывают эти дома но мы его сейчас увидим еще сверху и спустимся туда еще вот так вот здесь электроснабжение организовано очень интересно и здесь мы попадаем в очередной уровень раньше здесь были колумбы с растениями сейчас их убрали виды отсюда шикарные к сожалению если бы за этим жильем ухаживали смотрите здесь все отвалилось собственно как по моему из прошлого раза но и еще больше идемте дальше но здесь проводятся какие-то работы вот здесь бетонировали немножко что-то делали и тут мы попадаем на такую тучку да здесь нет гаражей как в сочи над которыми можно такое вот городить сверху издеваясь над собой над городом вообще не знаю над всем что есть но здесь есть просто вот такие места где даже поменять плафон людям это не нужно не до этого здесь живут котики такие вот вот этот хвост у него отсюда все время есть такие вот выходы постоянно и здесь надо ходить очень аккуратно потому что везде маскируясь под камень находятся вот такие вот штуки но зато посмотрите какие здесь прекрасные входы мраморная лестница картины пальма все покрашено чисто вызывает вопрос так вот это вот естественно как всегда пластиковая дверь ну и вот здесь уже видно на покраску не хватило либо денег либо желания идем дальше здесь мы видим вот такое прекрасное благоустройство цветочки плющик и вот это конец этой улице здесь еще один вход вот здесь дверь уже кстати посмотрите какая шикарная дверь здесь нету картин и пальмы и нет ни одного плафона ровным счетом идем дальше в обратную сторону точнее потому что здесь уже дошли до конца район небольшой да здесь такое ощущение как будто вот здесь живет собака у людей или две и они выводят их прямо на тротуар гулять естественно никто за этим не убирает а местные жители наверное привыкли и какус привыкли уже уворачиваться от этого смотрите здесь какая дверь тоже все эти объявления копились годами вот здесь прекрасно видно как организовано здесь было благоустройство но за счет этого просто обалденного кактуса смотрите какой он такое впечатление как будто он мягкий его хочется прям потрогать но не стоит это очень коварно может быть может быть микроскопические иголочки он прямо весь плюшевый полностью и здесь еще один такой причем такие кактусы я видел только здесь кактусы декор из пупырки так идем дальше друзья не забывай осмотреть смотреть под ноги здесь такие же все вот здесь классные деревянные двери сохранились еще такие вот ручки это летняя кухня жизнь после людей называется картина здесь что-то происходит потому что вот это откуда-то все убирали и здесь этот район заканчивается и сверху мы можем отсюда поглядеть на то откуда пришли как это выглядит сверху сейчас мы еще спустимся там придем внизу чтобы окончательно убедиться что такого понятия как фавелы халабуда у нас в черногории не существует можно найти что-то очень старенькое захаустное не суразное но такого вот как в сочи как еще в разных городах такого у нас нет вот про эти дома я говорил что их тут натыкали друг на друге практически ну вот с этой стороны кстати очень хорошо видно дяденька по он пошутил что мы тут красоту ходим снимаем вот сейчас мы подходим еще одному живому комплексу вот он у нас это вот то как по идее должна выглядеть была архитектура будвы вот такие вот низкие комплексы средиземноморском стиле и что вот строят напротив бетонирует просто километры вверх и вниз и вбок и строят такие дома а здесь мы видим этот райончик отсюда еще сейчас мы спустимся туда вниз пройдемся там есть интересные дворики вот так выглядит этот домик вблизи это вот такие вот маленькие уютные входы такой вот здесь жители разводят цветочки а вот здесь не знаю если проход насквозь или нет тоже интересное такое вот да похоже нет это знаете что это такое это вход куда-то и выход даже не знаю куда везде две такие симметричные лавочки и вот здесь уже можно спуститься вниз будет вот эти какая плиточка сколько и лет вот эти пандусы собственно наверное предполагались я не знаю для чего посмотрите под каким они уклоном из скользкой плитки и куда они приходят вот это я не понимаю конечно даже я знаю там по ним просто невозможно только на санках если вот здесь тоже очень интересно выглядит то есть это пандус 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 и раз в ступеньку не понимаю ну единственное объяснение этому чтобы здесь стекала вода от дождя то есть вот как-то так то есть зачем это еще используют непонятно итак друзья сейчас мы свернем с вами снова в этот райончик пройдем снизу и посмотрим наши фавелы вот отсюда ну что напоминает гаражи в сочи нет конечно если отсюда убрать вот эти пластиковые остекления ужасное то выглядело бы все это просто шикарно ну и чуть-чуть хотя бы немножечко тут сделать все здесь даже есть такая вот зона отдыха остатки клумб и убитая волейбольная площадка вот кстати вот это наверное как раз и был выход где вот по лесенке спускался вот он такой тайный проход еще есть один здесь уже выход на центральную улицу и здесь кстати нет экскрементов это радует по крайней мере пока еще не попалась здесь у кого на что хватает средств так все и стеклят делают все как им удобно смотрите какой дворик и там люди сидят прямо в куртках внутри потому что при земле вот эти дома очень холодные там дубай страшный даже не знаю куда пойти так здесь опять пандемия черные маски везде страшные собаки даже сидит там где-то смотрите какая калиточка где-то за огромным высоким забором и уже недовольны что кто-то рядом ходит да и там кто-то живет и сушит какие-то покрывальцы не знаю что но не знаю а а а а а а а а дядька там недоволен что я проходил мимо и нечаянно снял его дом Ну вот, друзья, вот такой вот у нас в Будве есть райончик. На весь райончик попался один недовольный дядька, который долго вслед орал что-то. Алло, алло. А что алло? Что в любом случае бы он хотел добиться, непонятно. Все, мы вышли на центральную улицу. Вот там он находится, вот такой вот неприметный. Рекомендую там походить, но, как видите, кто-то может оказаться недовольным, что вы снимаете его владение. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите остальные мои видео.